Увидели интересный кадр и снимать неудобно? Это все в прошлом. Здравствуйте, меня зовут Кирилл и это выпуск лаборатории ИОН. Сегодня мы решили рассмотреть фотокамеру Samsung Digimax MV800 и начнем с ее характеристик. Камера оснащена пятикратным оптическим зумом и оптическим стабилизатором. Разрешение матрицы 16,1 мегапикселя. Угол обзора 180 градусов. Дисплей 3 дюйма сенсорный. Подробнее о дисплее. Он и создает основное удобство пользования этим фотоаппаратом. Вы можете спокойно изменять угол обзора и снимать даже самые неудобные кадры, например, на земле. Для любителей автопортретов и новых аватарок в социальных сетях есть вот такое положение дисплея. И можете себя спокойненько фоткать. Но помимо удобства фотоаппарат призван создавать настроение и давать полет для творчества. И сейчас я расскажу как. Фотоаппарат оснащен рядом очень интересных функций. Но перед тем, как рассказать о них, хочу обратить ваше внимание на оформление меню. Здесь мы видим рабочие столы с иконками. Все как на смартфоне. Нажимая на каждую иконку, вы попадаете в определенное меню. Но поехали о интересных функциях. Буду рассказывать выборочно, потому что есть много уникальных функций. И есть хорошо знакомые нам по другим устройствам. Итак, с чего начнем. Хочу сразу обратить внимание, что фотоаппарат способен снимать 3D. Отснятое вы можете выводить на телевизоры, которые поддерживают 3D-функцию. Делать это можно посредством HDMI и разъема. Приятно, что заходя в тот или иной режим, вы можете прочитать, что этот режим вам позволяет делать. Вот, например, интеллектуальный режим фотосъемка с автоматическим выбором режима. То есть фотоаппарат автоматически подберет необходимый оптимальный режим для данной съемки. Движемся дальше и давайте рассмотрим живую панораму. Режим «Живая панорама». Вы можете ее снимать как в режиме 2D, так и в 3D. Для этого что нужно? Просто нажимаете кнопку спуска и ведете фотокамеру в определенном направлении. Включаем режим просмотра. И вот она, наша панорама отснята. Движемся дальше. Рассмотрим режим «Картинка в картинке». Делаем снимок. Фотоаппарат предлагает его установить. Устанавливаем. И делаем следующий снимок. Так вот у нас получается картинка в картинке. Так, режим «Волшебная рамка». Здесь вы можете выбирать ту рамку, которая вам по душе. Например, старый телевизор. Берем. Снимаем. И в итоге на экране этого телевизора получается ваш снимок. Для собственников рядом с режимом «Волшебная рамка» находится режим «Моя волшебная рамка». В чем же он заключается? Делаете снимок. Опять фотокамера просит вас установить. И делаете второй снимок, и получается все как-то так. Что приятно, в фотоаппарате сразу имеется фоторедактор. Можете моментально ретушировать те снимки, которые вы только что сделали. Есть очень удобный набор фото и кинофильтров. Стоит сделать снимок в определенном фильтре. И вот видите, края размываются. Можно фильтры менять. Можно сделать в стиле старого кино. Суть забавно выглядит. Ну и другие разные варианты. Ретро, например. Смартфоны 70-х годов. Есть режим, который позволит сделать снимок с оптимальными автоматическими. Настройками делать снимки в ночное время. Макросъемка. И с помощью всего одного касания дисплея. Движемся дальше. И сейчас рассмотрим еще одни интересные фишки этого фотоаппарата. Обратите ваше внимание на вкладку «Альбом». Очень удобная система просмотра. Ничего не напоминает? Помимо обычного альбома, есть тематический альбом. Путешествие. И все кадры вкладываются, будто бы в альбом. Кстати, вот это у меня не с лицом проблема, это есть специальный режим смешных фото. Выглядит, как будто я оправдываюсь, правда? Итак, меню «Правильные позы». Кто хихикнул? Не надо хихикать. Это такой режим съемки. Сейчас мы прочитаем про него. Видите? Отображает форму для принятия нужной позы. Выбираем нужную позу. Ну, к примеру, как вы хотите снять свою подругу, друга, кого угодно. Например, вот так. И у нас здесь появляется такой силуэт, рамка. Какую позу нужно занять человеку, чтобы кадр получился именно таким. Ну, давайте. Давайте. Почти. По поводу съемки видео. Фотокамера снимает видео разрешением 1280 на 720. Итак, внешний вид. Ну, мы видим дисплей с вами 3 дюйма, напомню, сенсорный. Здесь кнопка «Домой», то есть возврата в меню. Кнопка просмотра. Под дисплеем находится кнопка съемки. И хочу обратить ваше внимание на шарнир. Он такой плотный, люфтов нет. В дисплее защелкивается и фиксируется удобно. Сверху кнопка включения-выключения, power, кнопка зума и кнопка затвора. Спереди находится объектив, вспышка, ну и сигнальная лампа. Сбоку динамик, HDMI разъем и USB разъем. Петля для шнурка. Снизу крышечка, здесь аккумулятор и карта microSD. В комплектацию входят USB кабель, сетевое зарядное устройство, гарантийные талоны и инструкции по эксплуатации, специальный ремешок. Ну и все. Сегодня мы рассмотрели стильный фотоаппарат, который позволит вам делать снимки даже в очень сложных местах. И помимо этого он позволит вам реализовывать ваши самые смелые творческие решения. С вами была Лаборатория ИОН. Смотрите наши новые обзоры на канале ИОН Телевизион. До новых встреч!